В нашу редакцию обратились жители дома 22 по улице Якова Колоса в Новополоске. Проблематика такова. Многочисленные обращения в службу ЖКХ по поводу критичной ямочности не дают результата. Многочисленные звонки и письма так и остаются лишь звонками и письмами, в которых нет ответа и более того, как говорится в известной басне, воз и ныне там. И казалось бы, проблема асфальтирования дворов, она такая многогранная и в принципе характерна для каждого двора. Так можно рассуждать, пока не приедешь в этот двор, когда ты можешь сам лично наблюдать, что здесь происходит и почему люди так недовольны. Вот только посмотрите на эти ямы. Здесь нет даже намека на то, что когда-то здесь производился в этом дворе ремонт. И может быть, эта проблема меньше всего касается пешеходов, потому что сама тротуарная площадка достаточно хорошо сделана. Здесь нет практически ямок и трещин. Но что касается основного проезда, то здесь в принципе проехать некуда. Пока мы здесь были на съемках, мы наблюдали, как приспособились автовладельцы. То есть они уже не заезжают вот эту проезженную колею. Они одним колесом заезжают просто на тротуар и таким образом проезжают теперь вот так. То есть люди приходятся приспосабливаться. И хорошо, когда речь идет просто о личном транспорте, когда человек не спеша возвращается домой и может совершить такой маневр. А вот что касается скорой медицинской помощи, либо другой спецтехники. То есть здесь вопрос уже стоит не просто об эстетике, а вопрос, наверное, уже о безопасности. И я считаю, что коммунальным службам уже пора бы заняться своей работой, выполнять качественно свою работу и обращать внимание вот на такие дворы. Ну вот сложно пробраться, наверное, когда во дворах вот такая критичная ямочность, когда срочно нужно приехать на вызов. Очень сложно, очень сложно. Еще есть похуже двори эти. Очень сложно. Хорошо бы нашим коммунальным службам все-таки обратить внимание уже, правильно, на эти места? Конечно, нужно обратиться. Вы давно здесь живете в этом доме? Вообще хоть раз ремонт здесь был в этом дворе? Не, а делают, но очень так бы, очень плохо делают. Сыпают и через буквально следующий год то же самое. Но люди сильно жалуются, да? То есть страдают страдания, конечно. Дорога очень стратегическая. И как во дворе вообще проехать можно на автомобиле? Не очень. На самом деле стучится, подвеска. То есть некомфортно ехать. Вот так, как видите сами, ну, то есть ужасная дорога. Но люди недовольны, да, очень жалуются? Недовольны. Мнение единое и более того понятное. Ведь здесь речь не идет о каких-то излишках. Дорога во дворе действительно и, похоже, давно нуждается в ремонте. Отрадно, что буквально после выхода нашего материала в эфир коммунальные службы все-таки обратили внимание на этот объект. Лед тронулся или каток поехал. Но спустя две недели после нашего репортажа на Колоса 22 развернулись ремонтные работы. Конечно же, здесь и речь не идет о сплошном асфальтировании, но то, что ямки уберут, это однозначно. Об этом можно судить уже по подготовительным работам, которые развернулись во дворе. Заключен договор с нашим предприятием, Новоплодскими управляющими компаниями, на текущий ремонт непосредственно и вот данного проезда, на котором мы с вами находимся. Всего, работа запланирована на май, и всего здесь будет уложено более тысячи квадратных метров асфальта. ЖРА еще на прошлой неделе приступила к ремонту данного проезда. Начали мы с 20-го дома и потихоньку идем к концу. Работы проводит наша бригада. Почему отреагировали на жалобы жильцов только после освещения проблемы средствами массовой информации? Этот вопрос таки остается открытым. Однако это вторично, как говорится, неважные методы, важен результат, и он есть. Более того, ограничиваться асфальтированием лишь проезда возле дома 22 по улице Акоба Колоса в Новоплодске в этом районе не будут. Специалисты уверяют, что уже в ближайшее время восстановят дорожное покрытие вдоль домов 16, 18, 20, 22 и 24. Таким образом обновится весь этот проезд. Работы же выполняют в рамках текущего ремонта объектов благоустройства. При этом добавляя, что на 2021 год в список объектов, запланированных к восстановлению дорожного покрытия, вошло более восьми десятков дворов Новоплодска.